Привет, привет, друзья! Очередная суббота, повышение нашей с вами юридической грамотности. И, друзья, часто вы задаете вопросы, прям настояли мои коллеги, ребята, юристы, провести некую рубрику, что ли, связанную с банкротством. И очень меня радует, что превалируют вопросы такие, ну, такого серьезного направления, непростые, скажу так, их не дилетанты задают, а задают люди, которые так или иначе пытаются разобраться. Дело в том, что у нас очень много обращений по банкротству, и мы действительно лидирующее положение в России занимаем, к нам очень много людей обращаются, и мы с удовольствием помогаем им, подготавливаем все в процедуре внесудебного банкротства, и готовим также людей к процедуре на основании закона о банкротстве в 127-м федерального закона. И вот какие вопросы часто поступают. Все ли сделки, друзья, прошедшие до банкротства, можно оспорить? Вот так вот, я не шучу, действительно люди уже погрузились в ситуацию, и это очень круто. Все ли сделки, серьезные сделки, зарегистрированные сделки, я сейчас не говорю о сделках по приобретению стакана семечек, все мы это понимаем. Действительно, сделки, которые требуют регистрации в определенных регистрирующих органах, можно оспорить. Ко всем этим моментам, вопросам нужно подойти внимательно, прежде чем идти на процедуру списания долгов. Сразу скажу честно, я всегда стараюсь говорить максимально открыто, вопрос это непростой. И тут нужно разбираться, учитывая многие факторы, особенности. Если вы совершали сделки за последние три года, или даже, может быть, сделки совершал ваш супруг, и даже, внимание, бывший супруг. Ну, чтобы было проще, начну я этот выпуск с истории одного, нет, двух наших клиентов, многочисленных клиентов. Итак, один наш условный клиент решил списать долги через банкротство. Но год назад, еще до того, как у него появились просрочки, он продал свой любимый автомобиль. Продал неизвестно кому, просто продал так, как продают машины всегда люди через сайт. Другая история. Другой клиент, он рассказывает, что уже принял решение пройти процедуру банкротства, подготовился к этому. Но два года назад подарил своей маме домик, дачу, который стоит на земельном участке. При том, при всем, что это было его не единственное жилье, а вообще действительно дача. В основную жизнь он проживал в квартире. Итак, вопрос. Можно ли оспорить эти сделки? И внимание, я отвечу на этот вопрос в конце выпуска. Смотрите его до конца. Почему так? Ну, потому что я так задумал. А сейчас, друзья, давайте попробуем разобраться, кто и как по закону оспаривает сделки в деле о банкротстве. И какие сделки по закону могут быть оспорены? Ну, теперь по порядку. Кто и как по закону может оспорить ту или иную сделку? Во-первых, по закону оспорить сделку может финансовый управляющий. Это лицо, которое по закону обязано проводить процедуру банкротства. То есть вы должны понимать, что есть кредиторы, а есть финансовый управляющий. Ну и, конечно же, есть вы, должник. Кто такой кредитор, мы с вами понимаем. Кто вы в статусе должника, это тоже понятно. Кто такой финансовый управляющий? Финансовый управляющий – это независимое лицо, назначенное государством, которое выполняет мероприятия, которые установлены законом о банкротстве. Так вот, финансовые управляющие делают совершенно официально запросы в государственные органы. И государственные органы им выдают информацию. Финансовый управляющий устанавливает, какие сделки совершались за последние три года. Внимание! При необходимости финансовый управляющий может запросить информацию и установить, какие сделки совершались его подопечным и в период больше, чем три года. Также финансовый управляющий делает запросы по супругу и по бывшему даже супругу при условии, что был развод в рамках трех лет до даты возбуждения дела о банкротстве. Простыми словами, до даты, когда суд вынес первое определение о том, что принял ваши документы к производству. Финансовый управляющий получает ответ из государственных органов. Он видит, кто кому продавал, кто участвовал в сделке, кто в ней фигурировал. Финансовый управляющий анализирует сделку на предмет, есть ли состав для того, чтобы ее оспорить. И тут, друзья, важно знать, что финансовый управляющий оспаривает далеко не каждую сделку. Далее, важно знать, что кредиторы вправе подать заявление об оспаривании той или иной сделки в соответствии со статьей 213.32 закона о банкротстве. Простыми словами, как я говорил в самом начале, принимать участие в деле о банкротстве физического лица может и сам кредитор. Но тут важно учитывать, что не все кредиторы вправе подать заявление об оспаривании сделки. Законодатель устанавливает правило, что кредитор вправе подать заявление об оспаривании сделки, если размер требований его к вам более 10% от всех требований, которые включены в реестр требований кредиторов. Простыми словами, как вы поняли, я надеюсь, если у вас долг в 3 миллиона и какая-нибудь микрофинансовая организация думает, что вы ей должны вернуть 7000 рублей, но здесь она не удел. Если обобщенно, совсем простыми словами, не каждый мелкий кредитор может подать заявление об оспаривании сделки. Как вы понимаете, мы с вами разобрались, кто по закону имеет право оспаривать ту или иную сделку. Так, давайте разбираться, какие есть составы для оспаривания сделки в деле о банкротстве. Да, сейчас будет немножко сложновато, но я постараюсь максимально доступно вам все донести, но при необходимости вы можете, конечно же, перемотать ролик через паузу, пересмотреть это, как говорится, все у вас в руках. Но еще раз повторю, это важно для того, чтобы вас не ввели в заблуждение. И вы понимали, стоит ли вам банкротиться или нет. Вообще, стоит ли размышлять о том, что вам нужно инициировать в отношении себя процедуру банкротства. Так или иначе, поймете вы что-то из того, что я вам сегодня расскажу и буду рассказывать дальше. Либо, может быть, не все поймете. У нас на сайте вы можете оставить заявочку для бесплатной, друзья, бесплатной консультации. И мы работаем со всеми регионами нашей страны, где бы вы ни находились. Консультация не лимитирована по времени. Просто оставьте свои данные, вам перезвонит наш сотрудник, обо всем поговорите. И будете окончательно понимать, надо вам это или нет. Подчеркну, не каждому может быть выгодна процедура банкротства. Об этом я много раз говорил. Ну что ж, давайте не будем отклоняться. Итак, от простого к сложному. В деле о банкротстве сделки оспариваются на основании статей 61.2 и 61.3 закона о банкротстве. А также сделки при банкротстве могут быть оспорены по общегражданским основаниям. Ну здесь я быстренько пробегусь про общегражданские основания вам расскажу. Как вариант, это может быть статья 170 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Недействительность мнимой или притворной сделки». Также статья 10 и статья 168 того же Гражданского Кодекса «Пределы осуществления гражданских прав недействительной сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта». Важно знать, друзья, что по общегражданским основаниям сделки оспорить не так-то просто. Я бы даже сказал сложно. Поэтому давайте разбираться именно с банкротными составами. И начнем мы с пункта 1 статьи 61.2 закона о банкротстве. Сделки с неравноценным встречным представлением. Период подозрительности по этому составу, чтобы были основания оспорить эту сделку – 1 год. Что это значит? Простыми словами. Финансовый управляющий анализирует все ваши сделки, которые вы совершали в рамках одного года с даты возбуждения дела о банкротстве. А именно с даты, когда суд вынес первое определение о принятии вашего заявления к производству. Так вот, финансовый управляющий, анализируя ту или иную сделку на предмет возможного оспаривания по составу пункта 1 статьи 61.2 закона о банкротстве, выясняет, совершена ли сделка с неравноценным встречным представлением. Сейчас все поймете. Ключевым критерием неравноценности встречных представлений является рыночность. То есть, простыми словами, финансовый управляющий анализирует, по рыночной стоимости вы произвели отчуждение того или иного имущества или нет. Понимаете, я надеюсь. Но, так или иначе, попробую привести пример, чтобы было максимально понятно. Предположим, полгода назад вы продали свой автомобиль и буквально сегодня суд принял ваше заявление в производство. То есть, примерно неделю-две назад мы, если вы наш клиент, подали документы в арбитражный суд по вашему банкротству. Так вот, финансовый управляющий эту сделку будет анализировать. И в том числе он будет обращать свое внимание на то, по какой цене вы продали ваш автомобиль. Соответствует ли эта цена рыночной стоимости на данный момент? Если финансовый управляющий установит, что вы продали имущество значительно ниже, чем установленная рыночная стоимость, то у управляющего будет основание и он будет делать соответствующие выводы. Скорее всего, он сделает вывод, что эту сделку целесообразно оспорить. А что значит продал ниже рыночной стоимости, существенно ниже, спросите вы. На практике это, как правило, сумма более чем на 20% ниже понятной и опубликованной рыночной стоимости. Ну, как вариант, на общей доступных ресурсах это легко проверяется. Как вариант, если вы продали свой автомобиль за 100 тысяч рублей, всем известные сайты нам демонстрируют, что стоимость этого автомобиля в пять раз больше. Если вы официально не подтвердите, почему именно по такой стоимости вы продали автомобиль, почему такая цена указана в договоре, то финансовый управляющий с большой долей вероятности подаст заявление об оспаривании этой сделки. Двигаемся дальше. Следующий состав пункт 2 статьи 61.2 закона о банкротстве. Сделки в ущерб кредиторам. Период подозрительности здесь уже три года. Финансовый управляющий анализирует все сделки, которые вы совершали за последние три года и определяется, есть ли там сделки, которые были совершены в ущерб кредиторам. Что же все-таки такое сделка в ущерб кредиторам? Это, как правило, сделки, дарения, сделки купли-продажи между родственниками, между заинтересованными лицами. Кто такие заинтересованные лица, можно посмотреть статья 19 закона о банкротстве. Приведу примеры, чтобы было понятно. Если вы подарили, предположим, год назад или два года назад ваш земельный участок или гараж или какое-то иное имущество, помимо единственного жилья, вашему бывшему супругу, вашему супругу действующему, вашему ребенку, вашей маме-отцу, то большая вероятность, что финансовый управляющий сделает заключение о том, что эту сделку надо оспорить. Конечно, есть небольшие шансы эту сделку сохранить, при условии, что на тот момент, когда вы совершали сделку, у вас не было цели причинить вред имущественным правам кредиторов. Но шансы здесь, друзья мои, не очень большие. При подобных обстоятельствах лучше детально разбираться уже с профессионалом по вашей сделке, к чему я вас и призываю. Оставляйте заявочку. Ссылка есть в описании этого любого другого ролика. И мы вам подскажем, поможем, вместе с вами разберемся. И тут возникает логичный вопрос. А что, если в действительности два года назад я не подарил, а продал свое имущество третьему лицу? Не заинтересованному по отношению к вам, то есть лицу, не входящему в круг заинтересованных лиц и по рыночной стоимости. Что будет с такой сделкой? Будет ли она оспорена? Практика говорит вот что. Как правило, такие сделки в деле о банкротстве финансовым управляющим и кредиторам не оспаиваются. Еще вот, о чем я хочу сказать. Статья 61.3. Закона о банкротстве. Это преимущественное удовлетворение. Об этом я тоже хочу сказать и обратить на это ваше внимание. О чем тут речь? Речь идет о том, что законом о банкротстве запрещено, в особенности в преддверии банкротства, в рамках 6 месяцев до даты возбуждения дела о банкротстве, кому-то платить кредиты. При том, при всем дело это так, что кому-то вы платите кредиты, исполняете свои обязательства, а кому-то не платите, игнорируете. Давайте прям детально разберемся. Статья 61.3. Закона о банкротстве. Период подозрительности до 6 месяцев. То есть финансовый управляющий анализирует все сделки и платежи в рамках 6 месяцев до даты возбуждения дела о банкротстве. Простой пример. Если вы сделали платеж в какой-то там банк, давайте все, что на слуху, это Сбербанк, как правило, да. Но почему-то многие граждане ошибочно считают, что это государственный банк, а не какое-то коммерческое подразделение. Действительно это ПАО, это обычное юрлицо. Как бы это ни звучало, как бы нам это ни втюхивали, это обычный банк, он ничем не отличается от любого другого банка. Но мы почему-то решили, что это какой-то особый, наделенный определенными особенными привилегиями банк. И люди почему-то думают, что туда они обязаны платить несмотря ни на что. А вот в другие банки, более скромные, да, можно типа и не платить. Так вот, если при подобных обстоятельствах вы в Сбербанк отнесли ваши деньги, а другим кредиторам ничего не заплатили, и это произошло в рамках от одного месяца не ранее, чем один месяц и не более, чем шесть месяцев с даты возбуждения дела о банкротстве, то такой платеж не так-то просто будет финансовому управляющему оспорить. Нужно будет ему доказать недобросовестность контрагента. На данном примере недобросовестность Сбербанка. И нужно будет доказать, что Сбербанк знал, что вы имеете признаки неплатежеспособности. И что вы другим не платите, а платите только ему. Однако, если предположим с тем же, ну я не знаю, пускай будет тот же Сбербанк, вы отнесли свой платеж в этот банк, в этот Сбербанк, тогда когда уже возбуждено дело о банкротстве, или в рамках одного месяца до даты возбуждения дела о банкротстве, ну или вообще, когда у вас идет процедура банкротства, вот такие платежи финансовый управляющий с легкостью может оспорить. И здесь, как вы понимаете, недобросовестность контрагента доказывать не придется. В связи с этим, я и многие другие юристы оставляют рекомендации для дорогих своих клиентов. Рекомендация заключается в том, что если вы платите, то вы платите по всем вашим обязательствам. Если вы не платите, то вы не платите никому. И тогда единственное, что вам нужно сделать, это инициировать банкротство. Дело о банкротстве. Вы обязаны вообще-то это сделать, если вы не можете обслуживать свои долги, которые превышают 300 тысяч рублей. Это ваше обязательство. Как вы понимаете, мы с вами потихонечку разбираемся, даем ответы на вопросы, касаемые оспаривания сделок в делах о банкротстве. И в конце выпуска, я напомню, как и обещал, я вам дам ответ на самый первый вопрос, который я привел в пример о двух наших клиентах. Говорю я вам это для того, чтобы вы досмотрели до конца. Но все-таки давайте еще по вопросикам пробежимся. Один из часто задаваемых вопросов. Что будет с имуществом, если сделка будет оспорена? Очень справедливый вопрос. Ну что, имущество возвращается в конкурсную массу. После оспаривания сделки, простыми словами, финансовый управляющий изымает это имущество и продает его на торгах, на общих основаниях. И тут следом возникает второй вопрос. А что если гражданин, которому вы продали имущество, уже это имущество куда-то перепродал, ну иным лицам? Так вот, деньги, полученные от реализации имущества, от первичной сделки, когда будет оспорена сделка в рамках дела о банкротстве, ну предположим, вы продали автомобиль за 500 тысяч, а рыночная стоимость миллион. Эти 500 тысяч будут взысканы с того гражданина, который уже имущество кому-то там перепродал. Вот простыми словами, вы избавлялись от имущества и продали лишь бы продать. Автомобиль стоимости в миллион рублей, рыночная цена у него такая, вы вот быстро-быстро скинули его за 500 тысяч, эти деньги вы получили, человек эти деньги вам передал, ну как это называется, перекуп какой-нибудь, да, ну и перепродал этот автомобиль еще дороже. Так вот, я вам объясняю, что эти деньги будут взысканы с вот этого третьего лица. И уже вам надо крепко задуматься, какие последствия, какие отношения у вас будут преследовать, вот в отношении простых каких-то договоренностей с тем человеком, кому вы таким вот образом подарок такой преподнесли. Тот еще подарок. А, и кто-то, конечно же, скажет, что это несправедливо, причем здесь третий ли человек какой-то непонятный, там, бизнесмен, предприниматель, который купил дешевле, продал дороже, разве это запрещено? Нет, не запрещено. И в том числе, в свою очередь, работает закон, и с законом спорить бесполезно, да, крайним будет в том числе вот этот вот предприниматель, который купил дешевле, продал дороже. Дальше, дальше разбираемся, что будет, если сделка оспорена в деле о банкротстве. Долги не спишутся. Оспаривание, друзья, сделки в деле о банкротстве не отменяет тот факт, что с вас не будут списаны долги. Да, может быть подано кредиторам заявление о списании долга, но сам факт оспаривания сделки еще не будет являться достаточным основанием, чтобы суд не списал с вас долги. На практике, во всяком случае, сейчас именно так происходит. Следующий вопрос. А если кредиторы или финансовый управляющий будет подавать заявление об оспаривании той или иной сделки, даже не имея на то оснований, все ли сделки будут оспорены? Здесь ответ очевидный. Нет. Сам факт того, что финансовый управляющий или даже может быть кредитор подают заявление об оспаривании сделки, этот факт еще не гарантирует, что сделки будут оспорены. Суд им может отказать. Следующее. Ну это как бы небольшое дополнение, наверное, ко второму вопросу. А что будет с покупателем имущества, если сделка оспорена? Ну частично я уже ответил на этот вопрос, но давайте как бы структурно к этому подойдем. Вспоминаем, да? Либо если он не успел перепродать это имущество, он его отдает обратно в конкурсную массу, либо с него начинают взыскивать вот эту разницу, эти деньги. А что же делать вот этому третьему лицу? Ничего ему делать не приходится. Еще раз повторяю, здесь работает закон. Все, что ему остается, это включить свои требования, есть такой термин, регрессом к требованиям кредиторов. То есть добавить вот к требованиям кредиторам в отношении должника еще и свои требования. И естественно надеяться, что ему хоть что-то перепадет. В том числе как примерно с продажи имущества, которое включено в конкурсную массу. Но, как говорится, надеяться-то особо тут не на что. Редко так бывает, чтобы кредиторы такой формации получали какое-то удовлетворение материальное. Здесь остается только предупредить и сказать вот такую вещь. Будьте пожалуйста бдительны, внимательны и не соглашайтесь на покупку того или иного имущества, вот в наше время особенно, если в договоре будет занижена рыночная стоимость. Также не нужно, когда у вас возникают просрочки или вы предвидите свою несостоятельность, бежать сломя голову, переоформлять свое имущество на родственников. На первый взгляд это может показаться выходом из положения, но в существующих реальностях это бесполезное занятие вообще. Финансовый управляющий совершенно спокойно разберется во всех ваших каверзах. Ну что ж, давайте в двух словах теперь отвечу на те вопросы, которые я обозначил в начале этого выпуска. Я думаю вы уже и так поняли и сами можете дать ответ на эти вопросы. Но все-таки поехали. Напомню, по первому клиенту сделка была совершена третьим лицом, не заинтересованным по рыночной стоимости в период, даже тогда, когда не было просрочек. И при подобных обстоятельствах отсутствуют основания для оспаривания сделки. То есть и сам должник, и человек, который вступил с ним в сделку в свое время, ничем не рискуют. Ну в этом смысле. Что же касается обращения от второго клиента. Второй случай. Напомню еще раз, она подарила свое имущество, не единственное, подчеркну, жилье, своему близкому родственнику маме. Напомню еще раз, это был домик с землей. Что при подобных обстоятельствах финансовый управляющий будет, конечно же, оспаривать. А почему? Сделка дарения была в период подозрительности. Раз. Тогда уже были просрочки. Два. И заинтересованным лицом матери. Это три. Здесь есть все основания, что эта сделка будет оспорена. Я надеюсь максимально комфортно и понятно преподнес вам такую непростую тему. И спасибо вам еще раз говорю за то, что вы не стесняетесь и задаете такие серьезные вопросы. И не только же эти вопросы. У нас есть много вопросов. И я думаю рубрику будем вести. Во всяком случае покопаемся во всех этих нюансах. И у вас откроются на все глаза. Еще раз повторю, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Напомню, что у меня еще есть канал Просто Мысли. Об этом всегда говорю, часто напоминаю. Пожалуйста, ссылка в правом верхнем углу видеотрансляции в описании этого любого другого ролика. Там отдельная история. Ставлю интригу. Уверен, если вы попадете на мой канал Просто Мысли, вы оттуда уже не уйдете. Ну, я во всяком случае делаю все для того, чтобы так было. Сегодня был с вами Дмитрий Кузнецов. Центр юридической защиты компании Аля. Счастья вам, друзья, здоровья. Финансового благополучия вам и вашим близким. До свидания. Скоро увидимся. Финансового благополучия. 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 Продолжение следует...